Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Я сижу на полу, потому что у меня здесь, с левой стороны, большая посылка. Это мои покупки. Так что мы с вами начнем с распаковки, с примерки обновок. Я знаю, что очень многим нравится такая тематика. И пока все еще есть какие-то скидки, пока это актуально, пока все еще есть в наличии, я решила сразу же все показать, а не отдельно все снимать и так далее. Поэтому в формате влога. То, что сейчас невозможно скрыть на мне, это свитер. Свитер от моих любимых Aimclaw. Ко мне также пришла посылка от них, поэтому я покажу вам несколько супер классных вещей. И также покажу сочетание, как это все можно носить вместе, по отдельности, и сколько образов можно составить из нескольких вещей. На момент съемки этого видео Черная Пятница еще не наступила. Я не знаю, как в тех странах, откуда вы меня смотрите, но у нас какие-то скидки начали появляться буквально за несколько недель до Черной Пятницы. И я воспользовалась возможностью как минимум не переплачивать. Мне кажется, что я неплохо сэкономила. Вскрываю покупки из H&M. Первое, что мне попадается, это бейсболка. У меня уже есть одна бейсболка из Zara, но не поверите, она порвалась сзади, теперь ее нужно сшить. Вот такие сюрпризы иногда происходят с масс-маркетом. Разошелся шов. Это мне понравилось по цвету, потому что универсальный серый будет ко многому подходить. Также она такая, типа как стеганая. Я взяла себе размер ML, наверное, да. Я посчитала, что XSS будет для меня слишком маленьким. Я ее слегка уменьшила. Давайте сразу и померяем. Вот такой бюджетный вариант. Что думаете? Конечно, такой головной убор особо греть не будет. И то, что она стеганая, это еще ничего не значит. Имеет место быть неплохо. Насколько я вижу в своей камере, что скажете вы? Так, это пара обуви. Ощущается запах клея. Они увесистые. Вообще в новой коллекции H&M много такой, типа как актуальной обуви. Я сомневаюсь, что она будет греть зимой, когда там минус 10, минус 15, минус 20 градусов. Но я купила что-то теплое, и я обязательно покажу вам это чуточку позже. То, что я приобрела, уже нужно отмыть, потому что я носила эти ботинки уже очень-очень много раз. Эти выглядят неплохо. Очень красивый цвет хаки. Я люблю хаки во всех проявлениях. И на такую не слишком холодную зиму это мог бы быть неплохой вариант. Это кожзам, имейте в виду. Я взяла себе 38 размер. Они, конечно, не идеальны. Вот где-то чуть-чуть мех отпадает. Ну, то есть что-то лишнее, видимо, выпадает. Но в той же заре, например, такие же могли бы стоить в два раза дороже. Померяем. Так-так-так, я подоставала все бумажки, которые были внутри. И оказалось, что здесь мех. Он хоть и искусственный, но хорошо, что он есть. Они удобные. Совершенно не ощущается вес. И мне нравится, что тракторная подошва. Не буду мерзнуть от земли. Я их точно оставлю. 38 размер. Ну, так свободненько. То есть я могу надеть еще и теплые носки сюда. А это сезонная пижама. Какая она приятная. Такая не слишком плотная байка. Здесь пижама с длинным рукавом. Я взяла себе размер XS. И даже на подарок, мне кажется, что можно было бы приобрести. Такой комплект никому не помешает. Потому что можно в нем и спать. Я мерзлячка. И под пуховым одеялом. И в 21 градусе я все равно надеваю пижаму. И с длинным рукавом. И со штанами. Даже по дому приятно потом в этом ходить. Я дома не ношу какие-то растянутые старые вещи. Я лучше куплю что-то недорогое, но красивое. И опрятное. Сегодня же постираю ее, чтобы как можно скорее уже начать носить. Если размер подойдет. Мы с вами это проверим. Пижамка явно большимерит. Но это терпимо. И зато будет удобно. Ничего не будет сковывать движения. Точно брать. И себе, и на подарок. Просто не берите с запасом. Размер. Такая она приятная к телу. Я не могу вам передать. Брючки длинноваты. Но это вовсе не страшно. И моя зрительница Лена написала, что она уже купила себе какую-то там. И своему мужу приобрела. Что эти пижамки хорошо носятся. Я ей доверяю. Поэтому точно оставляю. Вам рекомендую. Я сегодня просто балдею. Извините за выражение своего наряда. Все, вот знаете, просто, лаконично, но при этом очень благородно и стильно смотрится. А дело в том, что это правильная, актуальная, современная база. Я уже сказала, что свитер божественного терракотового цвета у меня от АМКло. И это факт, что самые часто надеваемые вещи у меня именно от них. У меня уже собралась такая приличная коллекция свитеров от АМКло. И они настолько теплые. У них качественная пряжа. Здесь в составе, например, 50% шерсти. Они не вытягиваются, не выстирываются, не меняют свою форму, цвет и не скатываются. И я всегда отмечаю их в своем инстаграме или оставляю ссылки на ютюбе. По той причине, что мне приятно поддержать очень крутой бренд. Они сами отшивают свои изделия. У них собственное производство. Мне очень по душе. И то, что они создают, это и цветовая гамма, и посадка, и качество их пряжи, материалов, которые они используют для жакетов, для пальто. И это не просто для того, чтобы вам один раз показать. Я думаю, что и по моим влогам, и по моим фотографиям заметно, что я ношу эти вещи, причем не снимая. Имея вещи, которые хорошо садятся, которые красиво выглядят, ты вот даже ощущаешь себя в них по-другому. И у тебя еще никогда не возникает вопросов, что надеть. Свитер у меня из актуальной коллекции. Я еще видела у них жилетку такого же цвета. Но думаю, для начала пусть будет свитер. Свитер со стоечкой. Она абсолютно не жмет. Мне нравится носить такие свитера с большими сережками. Рука здесь интересный, оригинальный, то есть широкий. Но за счет того, что пряжа не объемная, этот свитер, рука в его, без проблем помещается в пальто, в любую куртку, в какой-то пуховик. Он также не слишком укороченный за счет этого. Его можно носить не только прям с завышенной талией, а, например, очень красиво будет выглядеть с юбкой, карандашом из эко-кожи. И я ношу его вот так, слегка небрежно заправил. Опа! Здесь 50% шерсти, то есть он действительно греет. Я в нем не мерзну, не колется. При том, что у меня чувствительная кожа склонна к раздражениям. Я не замечала, чтобы он как-то раздражал тело. Но вы всегда под низ можете что-то надеть. Благо он объемный. И, кстати, сейчас на Amy Cloth скидки до 40%, поэтому заходите к ним. У них там не только свитера, а много всякой базовой одежды. Я должна вам признаться, что больше всего в своем заказе я переживала за брюки. Потому что подобрать брюки онлайн, тут попробую оффлайн намерить. Но это первая модель брюк, которая села без вопросов. И еще мне не нужно их подшивать. Ура, ура! У меня размер XS. В поясе они мне свободные, то есть они не маломерят точно. Если вы совсем малютка, то нужно искать еще меньше и просить у Amy Cloth, чтобы они отшивали размер и для миниатюрных девушек. То есть я ношу XS. Но зачастую такие брюки, они должны сидеть свободно. Поэтому я думаю, что здесь специально все так задумано. Но иногда XS настолько маленький, что ты не можешь втиснуть даже одну ногу. Эта модель брюк очень стройнит. Она вытягивает силуэт. И на мне сейчас ботинки на невысоком каблуке. При этом я смотрюсь выше, чем я есть на самом деле. Ткань здесь плотная. То есть я вот вчера в них гуляла, и я не мерзла. При том, что я еще не надевала колготки. У нас было 3 градуса тепла. Но здесь такие объемные штанины, что под них вы можете надеть даже термобелье при желании. Заказала еще одну водолазку от T-M Cloth. У меня есть такая же, только другого цвета. Я знала, что она будет супер мягкой, приятной к телу. Можно надевать как еще один слой вашего наряда для того, чтобы утеплиться. Или носить с брюками, с джинсами, с чем угодно. У меня размер XSS. Она не укороченная. Даже если вы повыше, чем я, на вас она хорошо сядет. Здесь не короткий рукав. Водолазка в заправленном виде. Тут у меня прилично еще длины в брюках. Она сидит свободно. То есть она не слишком обтягивает. Благодаря этому смотрится еще более так современно, можно сказать. Это самая нежная водолазка из всех, которые у меня есть. И еще она очень хорошо подходит для того, чтобы надевать ее, например, по джакет, когда прохладно. Или по любую верхнюю одежду. Вы знаете, я давно подписана на AIM Cloth. И мне так приятно, когда я вижу, что какие-то мои идеи образов также появляются на их страничке. Оставлю вам ссылку. Подписывайтесь. Там море вдохновения на какие-то стильные образы, на новые сочетания. И когда я вижу, что там мои фотографии, я всегда переживаю по поводу комментариев. Но вижу, что и их подписчикам нравится. Для меня это какая-то такая дополнительная похвала. Я увидела, что у AIM Cloth появилась новая рубашка. Возможно, я ее не замечала раньше. Очень даже зря. Может, она была распродана. Это рубашка в тонкую черную полоску. И даже с белой водолазкой или без ничего, с черными брюками, она смотрится. Опять же, стильно. Это слово будет часто повторяться. Но поверьте мне, для того, чтобы выглядеть стильно, многого не надо. Просто нужна правильная посадка и качественное изделие. Это 96% хлопка и 4% спандекса. Рубашка Огонь. Я специально сейчас пока что ее не заправила, чтобы вам показать. И также обратите внимание на рукав. Он такой объемный, что придает определенной нарядности этой вещи. Правда? Она совершенно не просвечивается. Мне очень нравится. Если заправить брюки, выглядит бесподобно. Что тут можно добавить? Вы сами все видите. Когда для одной рубашки становится холодно, мы начинаем играть в многослойность. Это всегда выручает. Поэтому я надену рубашку поверх водолазки. Вот так будет гораздо теплее. И это еще не все. Если же вам все еще холодно, и вы хотите добавить какого-то цвета, в такой спокойный комплект, мы берем даже не шарф, а свитер. И набрасываем его на плечи. И посмотрите, как сразу все ожило. Глаз не оторвать. И такое можно проделать с любым цветом свитера. И обратите внимание на то, что у нас абсолютно универсальные, самодостаточные вещи, которые можно носить по отдельности, и еще составить несколько комбинаций. То есть три у нас. Это рубашка отдельно, водолазка отдельно, свитер отдельно. Третий вариант это таким образом. Четвертый. И также вы можете снять рубашку и поверх водолазки завязать свитер или еще одну водолазку. Вот так. Надеюсь, что вы тоже вдохновились. И по желанию можно завязать рукава у свитера или вашей водолазки. Ну, наверное, желательно, чтобы они были менее объемными. У Эмко сейчас появились... Я не могу уже говорить, что это просто спортивные костюмы. Это как кэжуал одежда. На каждый день. Не только в дом, не только для спорта, но еще и куда-то на улицу. Я постоянно хожу в спортивных костюмах. Каждый день клянусь. И на прогулку с детьми, и на прогулку с собакой, и в магазин, потому что это удобно, и в этом еще и не холодно. Я взяла себе не бежевый, не серый, и даже не черный спортивный костюм, комплект, а фисташковый. Да, и толстовка, и брюки у меня в размере XS. Посмотрим, как это сидит на мне, потому что я еще не мерила, скажу вам честно. Ткань приятная, это 100% хлопок, и она не тонкая. То есть внутри здесь еще вот такое как бы утепление. Костюмчик сел отлично. Он слегка оверсайз, но не чересчур. Брюки сидят свободно. Я даже не читала размерную сетку, просто заказала такой размер, который, как мне казалось, мне подойдет. И я уже так слегка подготовилась к весне, потому что цвет универсальный, можно носить в любое время года. Брючки сейчас покажу вам без обуви, но это то, как я хожу. Это то, как вы меня чаще всего можете встретить. Если вы будете повыше, но при этом носите небольшой размер, большая вероятность того, что вам он также подойдет. Самые смешные ботинки ever. Я знаю, что кто-то их любит, кто-то ненавидит, но в них моим ногам не холодно. И для меня это самое главное. Я ношу и Moon Boots, и мне все равно, что-то модное актуально. Главное это здоровье, потому что только заморозли ноги, приведет проблемы с почками. Это, я даже не знаю, что это за бренд. Я покупала на Zolando, и мне они понравились тем, что светленькие. Сзади, типа, какая-то серо-коричневая вставка. И инуики чуть более качественная. То есть, в них не так затаптывается мех, как в этих. Но в целом, я довольна за такую цену. Я еще и брала с хорошей скидкой. Я не могу жаловаться. И Moon Boots, и инуики, это то, что я точно могу рекомендовать, если вы ищете что-то более интересное, такое прикольное на замену угам. Я знаю, что это. Это леггинсы из кожзама. В цвете хаки. Таких у меня еще не было. Я взяла себе 34 размер, и надеюсь, что я втиснусь в них, потому что здесь сверху такая плотноватая резинка. И внутри не подкладка, но все равно что-то такое мягенькое. Они не будут греть это точно, но если бы этой подкладки не было, то было бы все очень печально. Внизу необработанный край. Но вы знаете, если это заправлять, то не критично уж как-то переживу. И также нет никаких застежек. Было бы удобнее их снимать и надевать. Они обошлись мне реально копейки, потому что именно на этот цвет была скидка 50%. Леггинсы нормальные. Как видите, я в них втиснулась. Но это было непросто. Именно из-за резинки. Взять 36-й, ну, возможно. Кстати, в жизни они не так блестят, как вы сейчас видите. Я видела в Заре еще ближе, наверное, к цвету жакета. И вот, может, там закажу вместо этих. Еще подумаю. Ну, потому что надеть и снять, это все равно придется пережить один или два раза в день. Платье оливкового цвета. Вот такого. Я уже готовлюсь к праздникам. И хотела бы надеть его или на Рождество, если оно не будет слишком коротким. Меня еще напугала моя зрительница, с которой мы общаемся. Она его тоже раньше меня мерила и говорила, что здесь очень глубокое декольте. Я всегда избегаю таких вещей. Но посмотрим, как оно на меня сядет. Я не ожидала, что оно будет из плотной ткани. Я думала, что совсем все плохо. Но нет, вы знаете, я приятно удивлена. Сказала или нет, я взяла себе размер XS. Сейчас слегка его отпарю и посмотрим. Ой, нет, это платье не для меня. Такое впечатление, что оно на девочек повыше. Для тех, у кого расстояние между грудью и бедрами больше, чем у меня. Потому что я вот сейчас подтянула, чтобы оно не так сильно обтягивало меня. То есть оно мне, в принципе, маловато. Но здесь то ли грудь нужна больше, чем у меня. Здесь еще одна такая же поместится. Мне не нравится. Оно поедет обратно, хотя цвет, конечно, красивый. И у меня не так много вопросов к качеству. Потому что оно не было супердорогим. Но при этом, если у вас другой тип фигуры, если вы выше, чем я, то я думаю, что может смотреться вполне себе. Белье можно показывать? Ну, если не на себе, то я думаю, что можно. Это набор хлопковых трусиков. И мне, с одной стороны, нравится то, что здесь не тугая резинка. То есть они не будут сильно как-то впиваться. И я такой не переношу. Но при этом это не бесшовные бежевые, которые преобладают в моем бельевом гардеробе. С одной стороны, надеваешь их и вообще не паришься. Но как-то так подумала, что хлопковые будут поприятнее. И это стринги. Их здесь 5 штук в комплекте. Разного цвета. Домашний вариант. А вот тут, мне кажется, я не помещусь в чашечки. Я взяла себе бра серо-коричневого цвета. Размер XS. Вот у меня вечная проблема. В объеме не помещаюсь, а под грудью у меня 65. И попробуй найди такой размер. А я очень люблю топы такого формата. Придется заказать еще на Алиэкспресс, потому что они там очень удачные. И универсальный размер как раз в сам раз. Как раз в сам раз. Вы понимаете, о чем я. И я как-то давно перестала носить все эти кружевные бюстгальтеры, потому что это так неудобно, это так давит, это так трет. И даже если я выбираю правильно подобранный для себя размер, все равно это не так комфортно, как топы такого плана. Теперь вы знаете обо мне все. Так как я не была уверена в платье и жакете, я заказала еще одно. Тоже около бежевого цвета. Но ничего, в своем оправдании, я в очень красивом терракотовом свитере. И такого цвета у меня немного. Кстати, очень даже зря. Мне кажется, что я живее в нем выгляжу. В общем, платье мини. Оно не приталенное, не какую-то там подчеркивающую фигуру. Здесь со стойкой, с длинным рукавом. И я подумала, что если я надену золотые босоножки, золотые блестящие серьги, то его можно будет вытянуть. Ткань здесь, не могу сказать, что тонкая. Она, конечно, не просвечивается, но могла бы быть и поплотнее. Да что ж такое, с платьями мне сегодня не везет. Я даже не стала доставать босоножки, потому что, ну, никак я его не вытяну. По длине она будет поприличнее, чем предыдущие. Но я стою и думаю, как я буду его снимать, потому что я еле застегнула замок. Он так заедал в области этой стойки. Если не сниму, придется ждать мужа с работы. И на этом примерка закончится. Еще длинноватый рукав. Цвет какой-то такой неудачный. Я буду в нем очень-очень бледной, и еще оно ко мне прилипает. Это настолько неприятно и некомфортно, что хочется поскорее от него отделаться, избавиться. Может, если вы жгучая брюнетка, тогда да, но я в нем совершенно потерялась. Слушайте, я в ступоре. Это как понимать? Нормально. Сняли с производства мой любимый гель для бровей от Lancome. В номере 00. Цветные еще можно где-то найти. И я заказала. Написано было, что это бесцветный. Целых три штуки забрала. Вот все, которые были. Купила она Allegro. И знаете что? Мне прислали самый темный оттенок. 03. Вот знаете, я не люблю скандалить. Я напишу по-мирному. Но вот это вот заморочки, спаковать обратно, написать. Ты потратишь час на то, чтобы выяснить, почему так произошло, пока ты отправишь обратно, потеряешь время на почте. Блин. И все, взяла два спонжика. Ну, спасибо, хоть это то, что мне нужно было. Ибра. Недорогие, но при этом крутые спонжи, которые не уступают по качеству бьюти-блендеру. Но они еще и долго служат. Сейчас мы с вами идем готовить вкуснейший тарт, на который меня вдохновила мама одноклассника моего сына. Мы были на день рождения, она готовила нечто похожее. Думаю, я же вам не показывала. Поэтому беремся заготовку. Это не слишком сложно, но при этом вкусно. Для моего тарта мне необходима мука, масло. Заранее достаем его из холодильника. У меня холодное, потому что я буду вымешивать его в термомиксе. Но он нам здесь не обязательно понадобится. Вообще рецепт даже не оттуда. Я пока что не знаю, сколько каких ингредиентов я буду использовать, особенно для начинки. Я в инфобоксе обязательно вам все, как всегда, укажу. Для начинки несколько яиц, рикотта, сметана, груши. Мне еще предстоит их очистить и нарезать кусочками, такими дольками. Сыр с голубой плесенью, из приправ соль, перец и эстрагон. Если эстрагона нет, то тоже не беда. Можно обойтись и без него. И когда уже все будет готово, мы сверху посыпем нашу тарту рукколой. Вкусное сочетание соленого со сладким. И вообще мне нравятся сыры со всевозможными фруктами. Ну что, поехали. Масло нарезаем кусочками. Ах, почти. 110 грамм. У меня 120 грамм обычной муки. 100 ржаной. Немного холодной воды. Чайная ложечка соли, только без верха. И вымешиваем тесто. Вот такая каша-малаша у меня получилась. Формируем шарик и отправляем в холодильник. Если у вас нет этих 20 минут, то можно на 10 минут забросить в морозилку. Тем временем мы с вами займемся начинкой. Эти груши у меня слегка переспевшие. Я сейчас вообще посмотрю, не заменю ли я их на эти. Слишком мягкие груши не годятся. Кусочками нарезаем наш сыр. Сыр с плесенью мы не будем использовать много. И также нужно его нарезать кусочками. запекаем тесто 25 минут при температуре 200 градусов я не использую термообдув. Знаю, что многие также кладут утяжеление в виде гороха или бобовых каких-то тяжеленьких, чтобы тесто не вздувалось. Я этого делать не буду. Также существуют специальные утяжелители для выпечки. Но я обойдусь без этого. Если будете использовать утяжеление, тогда 10 минут с утяжелением печем. Достаем горох или что вы там придумали. И потом еще печем 15 минут. Тесто уже запеклось оно должно слегка подостыть. А мы продолжаем с внутренностями нашей тарты. 3 яйца или даже 4. Чуть больше половины упаковки сметаны. У меня здесь 400 грамм. Ну значит около 250. Пол упаковки рикотты. Перец. Соль. и эстрагон. Немного перемешиваем вилкой. Выливаем начинку на тарт. Теперь кладем грушу. И посыпаем сыром. Запекаем минут 40. Смотрите, чтобы он не подгорал. Где-то спустя 30 минут начинаете заглядывать. Я еще и включу термообдув, чтобы он хорошо пропекся внутри. Тарт остыл. Теперь посыпаем все руколой. Готово. Я уверена, что этот рецепт вам понравится. Обязательно сохраняйте его. Я уже изрядно проголодалась. Впереди праздники. И такой тарт очень здорово подавать как в теплом виде, так и в холодном в качестве закуски. Как едят нормальные люди и как ест Оля. Я реально люблю, когда много зелени. Остановиться невозможно. Единственная подсказка. груша реально должна быть такой средней по жесткости, чтобы она и запеклась и не разрезлась. И также, чтобы она была сладкой. Вот. Мне сейчас предстоит уборка. Я продолжаю тестировать свой пылесос. Это Dreamy, самая последняя модель серия Pro. Это не была реклама, но со мной действительно связался концерн CME. Они предложили мне протестировать какой-то другой пылесос. У меня их уже предостаточно, но я согласилась, потому что я знаю, что я свекровь хотела, я также маме предложу. В общем, кому-то из родственников будет подарок. И на этот пылесос сейчас будет хорошая скидка. Оставлю вам ссылку в инфобоксе, потому что я считаю, что это неплохой вариант, тем более, что он дешевле, чем супер популярный Dyson. Он у нас есть, и сравнивая этот и наш, могу сказать, что этот чуть-чуть менее мощный, если включать пылесосить в режиме turbo, то я не заметила какой-то существенной разницы. Здесь чуть-чуть меньше контейнер, но опять же, и так он у нас полностью не заполняется. При регулярной уборке, мне кажется, что это вообще не имеет какого-то значения, чтобы он полностью забился, я даже не знаю. Это нужно запустить свой дом или свою квартиру. Здесь сверху есть фильтр. Все вынимается, и так же пылесос можно помыть. Но здесь есть еще две фишки, которых нет в Dyson. И о них я узнала от CME, потому что они прислали ссылку, где можно было более подробно все разузнать. Значит, смотрите, это крутая вещь, особенно если вы убираетесь в машине. Вот такая труба, которая во-первых удлиняется, и получается, что ты можешь повернуть насадку в любую сторону и все хорошо прочистить. Вы выбираете любую насадку, которая вам нужна. То есть получается, ты можешь включить пылесос, не зажимать вот эту кнопку, я вам в прошлый раз рассказывала, как это работает, и хорошо убраться, качественно убраться в самоходе, в самоходе, в самоходе, это по-польски, в вашей машине, или в каких-то местах, где нужно именно маневрировать пылесосом. Может в Dyson можно докупить отдельную насадку такого плана, я даже не интересовалась, я не знала, что такое существует, а здесь это все уже в комплекте, и все запчасти, детали к Dyson сумасшедше дорогие, а здесь получается все в цене. И сейчас еще тоже покажу вам, как прикольно складывается длинная вот эта труба, благодаря этому можно, например, под батареями пропылесосить, или где-то под диваном, если труба влезет, в общем, очень прикольно, я даже не знала. Вот основная труба, здесь кнопочка, и ты нажимаешь, хопа, и получается, что ты можешь подъехать вот этой щеткой под какую-то тумбочку, или еще куда-то, куда вам необходимо. Мне кажется, очень здорово. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, мне всегда приятно ваша обратная связь, напишите, какая из обновок вам понравилась больше всего, а на этом мы прощаемся, всех целую, обнимаю, и пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok